Всем привет! Сегодня 17 ноября. Едем по своей любимой дороге в наш любимый город. Какие здесь деревья летом зеленые, пушистые. И какие они зимой голенькие. Пушистенькие тоже, но голо-пушистые. Сегодня солнышко. Неделю стояло морозно у нас. Все хотела записать, что до минус 14-16 даже было. Так, интересно. Раз резко с нуля и к минус 16. Но про это говорили, что будет мороз. Сейчас опять ноль. Но снежок уже так, где лежит, постоянный уже. У меня в огороде так вообще сантиметров 10, наверное. Ну да, лед, все. Сейчас реку посмотрим, ветка. Ну та, ветка тут будет долго. Вообще я всегда на нее наблюдаю. Она вот-вроде вот-вот только встала. И уже вот-вот она и начинает уже ее растаивать. Че тут три месяца и весна? Господи. Мало совсем тут зимы-то. Ой. Проблем-то. Подумаешь, зато переодеваться больно-то и не надо. Только одеваться надо зимнюю одежду. Вон уже речка-то у нас. Посмотри-ка. Один раз только приморозило, и вот уже. Вот уже шуга. Уже начинает скрепляться. Удивительно. Удивительно. Хватило одного морозца хорошего. вон. Удивительно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Обычно мы приезжаем домой уже темным-темно, а тут еще яркое солнце светит, прям даже не верится Но совсем сейчас не очень-то хочется шарахаться по городу Сделали только самые важные дела Именно дела, даже покупки никакие не нужны Бегом-бегом пролетели Сейчас, кстати, в масках очень неудобно ходить в том смысле, что она мокрая Она... Ой, она дышишь, и с этой стороны холод, с той стороны тепло, и она намыкает, она вообще очень-очень влажная Поэтому уже лишний раз в город или еще куда-то ехать, чтобы одевать маску лучше не ездить, вообще никуда Но жизнь показывает так, что не ездить нельзя Все равно приходится, приходится, все равно приходится Сейчас заедем в светофор Единственную, наверное, покупку мы возьмем... имбирь, говорю, там имбирь продают по полтора килограмма, где-то 150 рублей, что ли Имбирь маринованный Это я люблю, мильгис это не ест, это я люблю, я люблю в прикуску такое остренькое поесть Давно не брала еще эту морскую капусту, тоже я очень люблю Давно тоже не ела Своей-то нету, и вот специально ехать где-то покупать Я в магазине баночках не люблю, а вот беру в наших местных рыбных магазинах, там они сами производят эту капусту, сами маринуют Мне она очень нравится И там никаких добавок, ничего нету, вкусно Ну, специально, конечно, не поедем Голенько, голенько, но пока и снега нет Всем привет, это уже второй день Сделала видео я про то, как захвасить капусту Вот сейчас стою, шинкую уже молчком И про своих родителей думаю, ну, вернее, про родителей Гизы Мы когда сюда приехали, им было, вот сейчас мамой было так же, как мне, мне 59, ему 58 Отцу было 62 года Мама уже очень плохо ходила на таблетках, на мазях, у нее ревматозный палеотрит был Ее всю ломала, крутила Болела очень сильно А отец, которому 62 года Она 59 Он поехал с Эльгизом в лес Рубить лес, валить лес Для вот этого дома 62 года Накануне желчный был удален на него После операции Вкалывал, вкалывал, как будто бы так и надо Ну, уставал, естественно, тоже спал он немного Днем часто прикладывался Рубили, ведь топором дом рубили Сила была немерена Он у нас умер-то 83 года ему было Вот в этом же доме, который собственными руками помогал рубить И сила была, ребята Вот вы сейчас говорите, да, берегите Эльгиза, берегите Ой, берегите Эльгиза, а мы несчастность Косметический ремонт Все упурхались Все прямо устали Все такие, ой, 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 сколько мы дел переделали Родители Ой, и моя мама точно так же Так вкалывала Ой, про маму-то мы вообще можно Целые эти Рассказы писать Или повести Так что Мы по сравнению с нашими родителями Практически ничего не делаем Еще я вспомнила Что свекра со свекровью Жили тоже такой своеобразной жизнью Но я имею в виду У них тоже очень все дела делились на женские и мужские Но мужчина делал две трети всех дел, что делала женщина Вот эту, например, капусту Это всегда делал свекр Мясо они привезли, там, бочка, полбочка на зиму Все, все, все мясо разделать Все делить кости мяса на тушенку, где-то что-то На первое, на второе Это все делал свекру Он приносил уже готовые тазики В нашей семье все это делаю я Все, что касается кухни Без разницы Без разницы, что он принесет домой Бурела или цыпленка Все делаю я Вот такой шинковки у них не было Когда мы сюда приехали Нам было по 35 лет Ну, наша шинковка это и была А когда отец увидел эту шинковку И он сразу догадался, что это для капусты Говорит, а мы всю жизнь делаем ножиком И вот пока они жили, пока они были живы Пока они квасили капусту Они всегда эту шинковку у меня брали Ну, ее надо-то раз в год Буквально раз в год Но ее все равно надо, эту шинковку Вот они всегда брали Всегда отец приезжал Мы в этом году, наверное, тоже много съедим капусту Что-то видим, что мясо и капуста Нам только не поднимает сахар Углеводов надо Вообще минимум-минимум есть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok